Сегодня в нашей студии историк Андрей Зубов. Здрасте, Андрей Борисович. И политолог, зав. лаборатории политических исследований Высшей школы экономики Валерия Косомара. Валерия, приветствую вас. Здрасте. Доброе утро. В нашей передаче. Ну, а эпиграф... Я не могла обойти вниманием эти строки, которые действительно в граните, где будут отлиты. Эпиграф от спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Слушайте только внимательно. Это Ребус. Учитывая, что мы обсуждаем очень серьезную тему, давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 1917 года, атакует Россию. А тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но при этом, если атакует историю России до 1917 года, что он говорит абсолютную истину. Это не бред сумасшедшего, я повторяю. Вы что-нибудь поняли? Ну, главный смысл, конечно, можно это все разобрать на кусочки и понять, что критика и царское советское период одинаково считаются атаками на страну. Вот мой первый вопрос после этого текста, этого эпиграфа к передаче. Что наследует сегодняшняя Россия, на ваш взгляд, Андрей Борисович? На мой взгляд, и не только на мой взгляд, но и даже совершенно формально-юридически, и в наших правовых документах, и в заявлениях Путина, еще старых, после Беслановских, совершенно ясно, что Россия, нынешняя Российская Федерация, является не преемником, говоря юридически правоприемником, то есть legal succession России, исторической, которая была до 1917 года, а является продолжателем, это четко почес, именно продолжателем, то есть, наверное, в современном юридическом языке legal continuity, продолжателем Советского Союза. Помните, Путин сказал после Беслана, что величайшая геополитическая катастрофа – это распад СССР, как будто Первая мировая война, Версаль, Вторая мировая война. Это не катастрофа, а вот распад СССР – это катастрофа. Но мы сохранили большую часть Советского Союза под именем Российской Федерации. Он сказал юридически абсолютно корректно. Вот именно это и есть. И мы это прекрасно видим сейчас, когда только что суд второй инстанции заявил, что надо снимать доску Колчаку в Петербурге. Соответственно, доска верховному правителю России в доме, где он жил, на доме, где он жил, – это неприемлемо. А статуи Ленина, которые сгнорил, убил миллионы людей, – это приемлемо. Ясно, чьи мы приемлемки? Паверия, вы согласны? Ну, вы знаете, здесь мы с вами вторгаемся в сферу исторической памяти. И историческую память, если мы начинаем рассматривать, то ее нельзя рассматривать в целом, потому что она очень сильно зависит от носителей. А наши носители, они все с вами разного возраста и разного образовательного уровня. Соответственно, если мы начинаем раскладывать этот слоеный пирог, то понимаем, что у кого-то глубина этой памяти несколько-то десятилетий, у кого-то столетий, у кого-то до десятилетий не доходит годами. И поэтому здесь возникает вопрос, кто услышал вообще Володина, и кто что из этого понял. Потому что, когда было сказано сразу про несколько эпох, то есть эпоха царской России до 1917 года, потом эпоха советская и современная, то, вы понимаете, если брать, например, среднестатистического россиянина, особенно еще молодого, то по результатам наших исследований, там же, я уже рассказывала, временные границы очень сильно колеблятся. До XIX века у них плюс-минус 300 лет незначимо, XX век плюс-минус 30 лет незначимо. Поэтому при таком подходе вся история современной России, она оказывается фактически на уровне статистической погрешности. Потому что это как раз те самые 30 лет, которые плюс-минус вроде бы их не было. И поэтому, когда говорят вообще по поводу переоценки, по поводу можно осуждать или нельзя осуждать, то мне кажется, что сегодня, к сожалению, весь этот разговор переходит совершенно в такую профессиональную плоскость, в которой это начинают обсуждать историки. Потому что для обывателя, для среднестатистического человека, это все-таки дебри, и в результате большинство же граждан ограничивается только лозунгами. То есть это абсолютно такое вот лозунговое сознание. То есть 1917 год, монархию порубили, потом вот Великая геоприотическая катастрофа, потом еще что-то, а внутри непонятно что. Поэтому здесь, как мне кажется, главная проблема, это когда у нас нету реперных точек, на которых можно было бы вообще выстраивать историческую память. То есть нету системы координат, нету какой-то жесткой конструкции. Кто должен выстраивать систему координат? Ну, я считаю, что изначально это должно выстраиваться со школы, со школьной скамьи, потому что если ребенок приходит в школу, а там ему эта система координат не задается, то вряд ли мы можем с вами предположить, что человек, закончивший школу, и выбравший для себя неисторическую стезю, начнет листать какую-то литературу, если его в школе не заинтересовали, и выясняет, что там было и кто такой Колчак. Вот на минуточку, да? Вот вы сейчас выйдете и спросите, кто такой Колчак. Кино было. Нет, слава богу, кино было, все знают. Вы знаете, вы сейчас сказали, да, на самом деле, да, по поводу Колчака кино было. Потому что, опять же, по результатам моих исследований с молодежью, получается так, если кино было, и если это еще был кассовый фильм, то, соответственно, Колчак был. А кино не было, значит, и Колчака не было. Вот у нас сейчас совершенно, буквально недавно, в последних исследованиях, когда мы задавали вопрос по поводу знания и незнания 17-го года, причем вопрос самый безобидный, с чем у вас ассоциируется 17-й год? Вот девушки, которые сейчас там на первом, на втором курсе учатся, говорили, а, 17-й год, такая же мультика «Анастасия». Диснейский мультфильм «Анастасия», где, соответственно, соблюдена вся классика жанра. Есть девушка, да, красивая, с трагической судьбой, ей злой старец, который вот ей мешает хорошо жить и очень хорошо запоминается. А «Революция» – это вот мультфильм «Анастасия». Можно ли тогда сделать такой вывод, что это инфантильное сознание, о котором сейчас говорит Валерия, оно присуще не только подросткам сегодняшним, но и, к сожалению, обществу в целом? Андрей Борисович, как вы считаете? Вы знаете, Ксения Андреевна и Валерия Александровна, я, во-первых, в целом интересном выслушал то, что говорит Валерия Александровна, совершенно верные вещи. Но это огромный упрек нам, преподавателям, людям, которые занимаются историей профессиональной, не только занимаются разысканием в архивах, но в первую очередь преподают историю. Конечно же, вообще народ рождается, нация рождается как субъект, то есть самосознающая себя сущность, только когда она осознает свою историю. Незлучайно в эпоху романтизма, в XIX веке, эти новые народы, которые были, конечно, но которые не становались народами до конца, скажем, эстонцы, латыши, у них создавалась национальная история. Какой-нибудь ученый, хороший человек писал национальную историю, и после этого ее читали, естественно, ее преподавали, и народ становился народом в полном смысле этого слова, народом для себя, вот народом, сознающим себя. И у нас это полностью утрачено. Это тоже было до революции, там хороша была дореволюционная история, плоха. Ну, в общем, ничего, был Ключевский, был Платонов, их читали, их изучали, их знали все интеллигентные люди, которые закончали генназию или реальное училище. Вот, сейчас знание истории утрачено. Это в огромной степени заслуга большевиков, но нам надо все это дело восстанавливать, потому что без этого России и русского народа не будет. Конечно, ужасно, что, как говорила Валерия Александровна, 17-й год воспринимают через диснеевский мультфильм «Анастасия». Я даже, честно говоря, не знал этого. Но я должен сказать... Должен констатировать этот факт со всей прямотой. Вот, но я должен сказать, что вот книга, которую мы сейчас издали, в новом издании, трехтомник «История России. 20-й век». Да, новое уже издание. То есть, у нас старый разошел. Третий том ваш, да? Он вышли три тома. Все три тома – это переработанные прошлые два тома. Прошлые два тома мы переработали и разложили их на три тома. Не то, что к двум старым добавили третий. Нет. Это вот старые издания, плюс измененные, с добавками совсем. Вот. Это, в общем, сильно переработанный, очень сильно исправленный текст. Я вижу, как он раскупается. Даже сейчас, в условии кризиса, когда, смотрите, дорогая книга редко покупается, он раскупается очень хорошо. Уже всюду сделаны вторые тиражи «Эксмо» меньше, чем за год. Вот первый тираж был первого тома в июле только. То есть, у людей потребность к этому есть. Я вижу, как ко мне подходят люди. Конечно, это единицы, это не социология. Но у них все расчеркано в книге. Это совсем не историки. Наоборот, люди открывающие истории. Масса людей пишут с этим. Я читаю лекции в «Новой газете» по истории, в основном, России. Сейчас, кстати, про эволюцию целый цикл читаю. И какое количество людей ходит. Слава богу, лекции бесплатные. Вот. Вы знаете, тяга к истории велика. Вот это, как всегда, то, что очень нужно, но то, чего нет. К этому всегда велика тяга. Понимаете? Во всем. Понимаете? И... Ну вот, мне кажется, что все-таки вот те люди, которые проявляют такой горячий интерес, это все-таки люди, скорее, среднего возраста. Ты знаешь, средний возраст. Ну, как средний возраст. Я вам сейчас скажу, социологический человек в 30 лет. Это какой возраст? Ну, это уже почти не молодежь. Ну, да. Это уже почти не молодежь. Вот людей, там, скажем, моложе 30 лет мало, но людей где-то от 30 до 40 очень много. Почему-то очень часто люди, это активные какие-нибудь бизнесмены, которые имеют дело там в Великобритании, в Германии. Живут там, приезжают на время, пишут мне оттуда письма. И вот очень состоявшиеся люди, им все это страшно интересно. То есть, это не профессиональные истории. Абсолютно. Люди, для которых важна эта информация. Нет, 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 им совершенно не важна эта информация. То есть, я имею в виду профессиональные. Нет, нет, они на этом денег не сделают. Да, они не важны им профессиональные. Она им интересна для самосознания, самосознания. Можно я скажу в защиту молодежи до 30 лет? Поскольку я являюсь членом жюри конкурса исторического, который проводит ежегодный мемориал «Человек в истории 20-летний». Это замечательный конкурс. Я вам скажу, какие удивительные работы каждый год приходят из российских городов, из сел, от ребят, которым 15-17 лет. Это наши семьи, да, в основном? Это совсем, да. Это воспоминания семейной истории? Там семейная история, там краеведение в высоком смысле этого слова. Там история, собственно, связанная с малой родиной, с односельчанами. Они записывают интервью с стариками и начинают искать, что было до них. Они раскапывают невероятно страшные истории, связанные с периодом сталинских репрессий, с той же Великой Отечественной войной, с Гражданской войной. И это совсем другой подход. Совсем другой подход. И те выводы, которые они делают в своих работах, к вопросу о нашей теме, что если бы я этого не знал, пишут они, моя, может быть, жизнь сложилась бы по-другому совсем. А теперь я знаю, какова будет моя жизнь, потому что я знаю, что было до меня. И тут еще очень важный момент, я хотела, чтобы мы на эту тему немножко поговорили. Вот это вот борьба гордости и памяти. Да, то, что все-таки, как говорил один из участников церемонии награждения победителя мемориала, что самое преступное – это с помощью гордости осваивать историю. Это не может быть инструментом. Нужно эти вещи разделять. И вот как раз сегодня то, что мы имеем, что у нас впереди – гордость или память в нашем случае. Синя, здесь вы смотрите, какой момент. Я хотела бы сейчас прокомментировать. Но вы сказали по поводу инфантилизма. И получается, что это общий такой клубок – инфантилизм, гордость, память – все вместе. Но мне кажется, что здесь срабатывает не столько даже инфантилизм, а то, что я чем больше занимаюсь молодежью, тем больше понимаю, что вот сейчас можно уже говорить о том, что это какая-то новая молодежь. Вот до этого я понимала, что это был какой-то шлейф, хвост еще вот от того поколения, которое первое поколение молодой России, которое еще немножечко было там, потом вот здесь. А вот сейчас вот как-то я уже вижу, что за эти годы это даже не то, что инфантилизм. А это скорее такой инфантилизм, но в котором очень четко прослеживаются потребительские настроения. В широком смысле это слово. И плюс к этому инфантилизму – это такие пикурейцы. То есть вот это вот поколение, это поколение, которое очень сосредоточено на себе. Оно очень фиксируется на том, что хотелось бы ему. Наверное, ключевое слово, которым можно было бы объяснить, чего они хотят, – это такая вот самореализация. Причем внутри этой самореализации очень разное наполнение. В зависимости от образования, в зависимости от места жительства. Но это ключевое, как бы ключи для понимания их. А когда мы им говорим по поводу истории, то здесь не сформирована мотивация на этот познавательный процесс. Ведь история, по их мнению, это очень тяжело, потому что надо запомнить много дат. Это очень большая нагрузка на память. А дальше возникает вопрос – а зачем? У нас что, историки много зарабатывают? Потому что для многих, конечно, вот такой вот комфорт и достаточно высокая планка ощущения себя в обществе с точки зрения материального положения, она очень значима. Хотя они будут вам говорить, что им, конечно, хотелось бы карьерного роста, развития. Но вот для них это непонятно. Дальше. Когда им начинают говорить по поводу гордости, то они же выдают шаблоны. Конечно. Это шаблоны, это витрина, которая легко считывается, и за этой витриной ничего нет. Когда вы говорите про память, она тоже предполагает глубину погружения. То есть, чтобы помнить, надо даже в том же самом краеведении посидеть, полистать и погрузиться насколько-то вот вглубь. Соответственно, те, про кого вы говорили, это лучшие из лучших. Это ребята, у которых уже сформирован этот интерес. А когда мы говорим в целом про температуру по больнице, то это вот кто-то на конкурс в мемориал, а кто-то понятия не имеет, о чем вообще речь. И я с прискорбием просто смотрю на студентов из года в год. И я понимаю, что каждый последующий курс, приходя ко мне, а я общаюсь с первокурсниками, он читает все меньше и меньше литературы о тех тяжелых страницах истории, о которых хотелось бы, чтобы они знали, говорили, помнили, и чтобы как раз это и откладывалось у них. А этого, к сожалению, нет. То есть, например, в этом году для многих впервые они услышали имя Варлама Шаламова. То есть, если раньше они говорили, да-да-да, конечно, мы в школе читали. Он даже в школьной программе есть. Да-да-да. А вот здесь вот передо мной были студенты, говорили, как-как? Давайте на этом пока остановимся, сейчас новости слушаем, и следующую часть начнет Андрей Борисович. Everybody be cool, this is a robbery! I love you! I love you! Культурный шок! Возвращаемся в программу «Культурный шок». Мы сегодня говорим о том, как нам сегодня понимать историю, как науку и для чего она, собственно, нужна. Вот эту тему нам уже подарила одна из наших гостей, Валерия Косомара, политолог, заведующий лабораторией политических исследований Высшей школы экономики, которая как раз говорила о восприятии истории сегодняшним молодым поколениям. Наша же студия Андрей Борисович Зобов, историк. У меня вопрос, Андрей Борисович, к вам такой. Не первый случай, уже даже на нашей памяти, когда историю подверстывают под текущий момент. Вот к вам такой вопрос. Какую историю придумали под Путина? Что она сегодня представляет? Вот этот период истории тоже оставит свою историю, свое прошлое. Какое оно сегодня? И что из него сделали? Вы понимаете, если говорить о концепции истории, которая сейчас подверзла под Путина, и которая ясно совершенно проявилась в так называемой концепции единого учебника истории, и все время мне приходилось много обсуждать ее с различными коллегами, и публично в том числе, то здесь совершенно все ясно. Это как раз вот тот самый принцип, которым так изысканно, красиво и непонятно сказал Володин. То есть, это ничего не ругать, все хвалить. До Володина сказал, что, как известно, граф Бенкендорф, прошлое России замечательно, нынешнее прекрасно, а будущее выше всякого разумения. Вот. Это не хитрый принцип тоталитарных или сильно авторитарных режимов. На самом деле, абсолютно бесплодный. Бесплодный. И вот если наша главная тема – это как относиться к истории, относиться к истории как к науке, правде и к некоторому опыту, я не устаю повторять слова Геродоты, что история учит, история должна учить, или относиться как к идеологии, как к тому, что промывает мозги и заставляет мальчиков и девочек бежать вперед, там, то ли с красными, то ли с трехсветными флагами, с разными воплями на чужие пулеметы, я думаю, что, я прямо скажу, что история, конечно, это первое. История – такая же наука, как и любая другая гуманитарная наука. Она изучает волевые склонения человека относительно тех или иных явлений. В отличие от естественных наук, которые, естественно, категории воли не оперируют, а оперируют природными законами. И в этом смысле документы, различные факты событий, археология – все нам позволяет понять, что же было на самом деле. Задача историка – это не сказать то, что угодно власти, а сказать то, что было на самом деле. А уже потом каждый скажет, хорошо это было или плохо. Ну, скажем, событие в Катыни надо показать, кто действительно был жертвой, кто действительно был палачом, каковы были мотивы палачей, как жертвы оказались в руках палачей. Вот это задача историка. Потом уже какой-нибудь там коммунист может говорить, что и правильно сделали, что расстреляли. Другой может говорить, что неправильно сделали. Третий может говорить что-то еще. Но важно, что уже никто из разумных людей не скажет, что да, это убитые не поляки, а китайцы. Это убитые не коммунистами, а нацистами. Никто не скажет, потому что историки доказали. Вот документы. Конечно, и сейчас будут люди, которые будут говорить о том, что нет закона всемирного тихотения. И может быть, при этом мобили. Но эти люди игнорируются наукой. Вот так же они должны игнорируются историей. Те люди, которые после исторического доказательства говорят, что все чепуха, что все документы фальшивые и так далее. Вот, собственно, в этом задача историка. Поэтому, когда говорит Володин, что нельзя ополчаться на историю, он говорит безобразную вещь. Он говорит, что лгите, господа историки, лгите своим студентам, лгите обществу. Это нужно. Надо не ополчаться на историю и не профанировать историю. Надо изучать историю и объяснять историю. В этом наша задача. Но, тем не менее, он же, когда это говорит, у них же есть на что опираться. У них уже есть свой опыт превращения истории в пропаганду. И, мало того, они с помощью истории, превращенной в пропаганду, объясняют свои политические решения. Ну, вот самый яркий пример – это Крым, безусловно. Ведь вспомните, что когда все это произошло, что после того, как Крым присоединился к России, что они сделали? Они по всем школам и, наверное, по институтам тоже ввели вот такие специальные разъяснительные уроки крымоведения, так условно мы называем. Это была разовая акция, когда всем вдруг такие брошюрки раздали. История, настоящая история Крыма. Все. И народ буквально прошлись вот так ножницами по всем мозгам, и все. И никаких вопросов не осталось. Я к Валере уже апеллирую, как к профессиональной, которая с молодежью работает. Понимаете, в чем дело? История с Крымом, она проявила очередное незнание этой истории. И когда Андрей Борисович говорит по поводу того, что история – это наука, это взгляд историка. Но мы с вами прекрасно понимаем, что государство никогда не откажется от исторического знания, потому что оно не сможет без него, без опоры на это историческое знание, извращенное, неизвращенное, какое угодно, сформировать того гражданина, который нужен здесь и сейчас. Поэтому все равно оттуда будут либо выдергиваться, какие факты переначиваться. И с Крымом это было подтверждением тому, что на самом деле очень легко манипулировать нами, потому что мы ничего не знаем. То есть большинство из нас – это Иваны, не помнящие родства. И когда мы перед присоединением Крыма проводили исследование, про него никто знать не знал. Про Хрущева, который отпилил и отдал Украине, никто не вспоминал. Это вообще уже камало в лето, и для всех это было то, чего нет. Соответственно, после вот этой информационной, скажем так, атаки, вдруг у нас появилось великое знание по поводу того, какую руковую ошибку совершил Хрущев, о том, что Крым – это у нас, соответственно, кубель российского флота, и про крещение, и не крещение. То есть сразу вот просто взяли, такой вот, знаете, как вот вылили ушат всей этой информации. Она даже каким-то образом не улеглась, но, по крайней мере, стали четко вот проговаривать. Но вот опять же на этом примере хочу сказать, что по результатам наших исследований я могу сказать одно. Мозги промыли в том плане, что люди стали, как попугая, повторять все, что они услышали, но промыли не до конца, потому что все равно какого-то консенсуса в обществе не получилось. По крайней мере, на тот момент. И если сейчас посмотреть, то все равно вот эта вот меркантильная сущность человеческая, потому что за последние годы люди научились зарабатывать деньги, люди поняли, что государство живет не просто так, а на наши налоги. Ну, то есть вот это вот ощущение того, что все не просто так, а взаимосвязано, я здесь тоже как бы не просто так стою, оно начинает появляться. Поэтому с историей здесь вот, понимаете, нужны правильные прививки, правильные инъекции. Потому что, чтобы у человека сформировалось правильное отношение к чему-то, и чтобы он мог в нужный момент почувствовать, что что-то пошло не так, у него должны быть какие-то образцы в памяти. То есть какие-то представления о том, что, ребят, что-то сейчас говорят, вот там вот без жидов спасай Россию, вот в таком-то году это уже было, это плохо кончилось. Так нельзя говорить. Или, понимаете, это может быть на очень таком примитивном уровне, но это должно быть. А сейчас, к сожалению, вот опять же, глядя на молодежь, я понимаю, что это абсолютно непривитое поколение. Хотя, опять же, к прививкам можно относиться по-разному. И прививки – это та тема, по которой делятся ровно пополам. Одни говорят, нужны прививки, другие нет. Вот с точки зрения исторической вот этой прививки, сейчас будет все то же самое. Но я считаю, вот моя глубокая убежденность, что если эту прививку не делать, и если человек там молодой не знает, что такое ГУЛАГ, ну вот я не понимаю, как с этим можно жить. Я понимаю, что за этим необходимо бороться. Но их можно взять за руку, привезти в музей ГУЛАГа. И пускай даже они впервые услышат и поймут, что то, что им говорили в курсе истории в течение одного урока по вот этому вот учебнику, который бережет их психику, поэтому не рассказывает о том, как все было страшно. Пускай они придут и узнают. Потому что еще один момент, который я наблюдаю, что они действительно себя берегут. То есть одно дело смотреть какие-то там ужастики, там еще что-то. Это все равно такой вот интертеймент. А когда ты вдруг погружаешься и тебе говорят, что вот это не сказки, вот было так. Вот посмотри. И твоего прадедушку убили. Так было. Было так. Вот посмотри, вот попробуй, вот прочувствуй. И вот через это вот прочувствование идет совершенно другое восприятие. Ну, это еще важно. Я сейчас слушаю вас и понимаю, что если бы, допустим, действительно знаний о ГУЛАГе, о репрессиях, об убийстве, о преступлении против собственного народа было бы достаточно для нынешнего общества, оно бы с такой легкостью не восприняло бы нынешнюю, по сути, гражданскую войну. Это разделение на своих и чужих. Это термин враги народа, который вновь появился и стал сегодня просто общим местом. Как бы есть интеллигенция, патриоты и враги народа, да, или либералы, враги народа. Или второе, если мы говорим там о грядущем празднике 9 мая, День Победы, у нас войну заменили победой, у нас это просто это замещение произошло. Поэтому так легко, может быть, общество приняло вот эту вот всеобщую милитаризацию сознания, потому что до этого уже с 9 мая сделали сплошной гром победы. То есть никакой трагедии за этим, даже не праздником, это даже не знаю, как назвать, за этой датой, никакой трагедии не стоит. Понимаете, в чем дело? Здесь очень хорошо это событие, оно венчает милитаристское сознание. Потому что, опять же, по результатам наших исследований, у нас жесткая сила всегда превалирует, преобладает. Она подавляет мягкую силу. И я считаю, что это огромная проблема нашей страны. Потому что мы имеем колоссальный потенциал мягкой силы, на которой можно было бы выстраивать идентичность, патриотизм, гордость за страну. Но, поскольку изначально у нас еще с советских времен вот эта вот милитаристская доминанта очень ярко присутствует, то сделать День Победы, просто вот увенчать вот это милитаристское сознание было проще всего. Потому что, когда я, например, разговариваю со своими друзьями, которые уже сильно пожилые люди, и которые застали войну, которые были совсем юнцами, то они проговаривают, что, ну, какой это праздник. Для нас это День Скорби. И ведь понятно, что по этой же причине с какого года начался праздноваться День Победы, сколько лет молчали, сколько лет боялись, боялись какие танки, какие парады. Ведь это же совершенно новое переосмысление было, когда в первый раз прошел уже вот после такого перерыва военный парад. В 65-м году. Ну, это 20 лет. 20 лет молчания. Вам дадим слово. Вы знаете, здесь целый ряд сейчас вот был затронут Валерия Александровна очень важных тем. Я хочу первое сказать, что вот у вас возник такой маленький спор, вот совсем небольшая часть молодежи действительно очень серьезно относится к истории, пишет прекрасные сочинения, а большинство думает, ну, естественно, о своем, своей самой, своей лучшей жизни здесь сейчас. Вы знаете, так было всегда? Так было всегда. Кроме тех случаев, когда целитарное государство уж совсем не прессовало мозги. Да и то, большинство вновь все говорили одно, а делали все равно устраивались жизненно, меркантильно. Так что речь идет в первую очередь о борьбе за то, что в социологии русской и русско-эмигрантской называли ведущим слоем. То, что у нас называют не совсем удачной элитой. Вот ведущий слой России, те, кто поведут потом России. Вот именно эти молодые люди, которые переживают свою страну, за ее историю, они поведут Россию. Мы должны добиться того, что людей было больше, им всегда будет мало, мы должны это помнить. Большинство не пойдет. Социологию в этом смысле ослепляет Валерия Александровна. Она всегда говорит, где большинство, там и правда. Нет, конечно же. Где большинство, там очень часто неправда. И большинство всегда очень пассивно. В любом обществе, в американском и русском, это совершенно все равно. Поэтому работа с этой будущей русской, будущим русским ведущим слоем, это очень-очень важная вещь. Во-вторых, понимаете, вот вы оговорились о том, что государство никогда не оставит историю, потому что история позволяет государству лепить своих граждан. Знание истории то или иное, это правда. Но только в авторитарной или целитарной стране. А в стране нормальной наоборот. Не государство лепит граждан, а граждане лепят государство. Понимаете, они выбирают тех политиков, которые ближе большинству, и, соответственно, происходит совершенно другая ее тенденция. Идеология это особенность авторитарных стран. Будь то нынешняя Турция, будь то нынешняя Россия, будь то Советский Союз, Нацистская Германия и так далее. Вот. Поэтому наша задача перейти от авторитарного типа, когда история, идеология, которые лепят государство, к другому. Вот мне, например, сейчас насторожила одна вещь в Польше. Причем насторожила совершенно личным образом. Не то, что там что-то происходит. Дело в том, что у меня взяли большое интервью. Один польский журнал мне взял большое интервью о всех событиях 2017 года, как они имеют отношение к Польше. Как известно, одно из первых решений Временного правительства, решение, которое было объявлено 7 марта и 15 марта, 16 марта был уже указ соответствующийся Временного правительства, это независимость Польши. В Польше это не говорится. В Польше об этом не говорится. В Польше говорится, что Россия никогда не хотела дать независимость Польше, а только вот Пирсуцкий завоевал эту независимость, там, Версаль и так далее. Вот, когда я объяснил все, рассказал, как все было, это интервью не пошло. Не пошло в печать. И журналист очень извинялся, говорил, да, конечно, это не цензура, а что же это еще? А что же это еще? Я знаю уже много-много что же это еще? У нас в нашей книге специальный раздел посвящен, все имена названы, я их назвал, и эта комиссия работала, реферационная комиссия работала до конца Временного правительства. Об этом вообще в Польше не говорят и не учат. Меня хотели пригласить и не пригласили в итоге на празднование университета Варшавского, потому что 200-летие университета, он был создан Александром Первым. Можно говорить все, что угодно, но то, что он был создан ненавистными русскими Александром Первым, говорить нельзя. Вот эти вот идеологии другой страны. Может, то же самое про Украину? Да, и это говорит о том, что Польша сейчас, к сожалению, страна авторитарного типа становится. Как это не груз, когда там еще свободные выборы, парламент и так далее. Вот. И наша задача, чтобы Россия, которая в 10 раз хуже, чем Польша, авторитарная страна, в общем-то, преодолевала это. И действительно осознание посвобождалось. Один из моих коллег по МГИМО, когда я еще там преподавал, проектор, когда-то сказал, что у вас мазопатриотизм. То, что вы делаете, это мазопатриотизм. Вот я думаю, что в некотором смысле мазопатриотизм это очень полезная вещь. Мы изучаем те ошибки, которые сделали именно мы, русские люди, в прошлом. Потому что мы не совершим тех ошибок, скорее всего, которые сделали не мы, а, скажем, аргентинцы. Но мы можем повторить свои собственные ошибки в силу целого ряда культурных особенностей нашей страны. И поэтому изучение именно ошибок, к чему они привели, бесконечно полезнее изучение того, что вы сказали, победоносных фанфалов. Поэтому не празднование победы, а скорбь по тому, что была допущена эта страшная война, почему она разразилась, какова вина наша, какова вина коммунистической власти в том, что все это произошло. Одно тянет за другое, 1939 год тянет за собой 1917 год. Это правильное видение истории. И оно позволит нам быть намного более аккуратными в будущем. Кстати, хочу напомнить, что как раз в том трехтомнике или двухтомнике истории России, который курирует Андрей Борисович Зобов, там как раз нет такого названия Великой Отечественной войны. Как у вас называются Великой Отечественной войны? Я с полного одобрения Александра Исаевича Сложеницына, тогда мы с ним работали плечом к плечу, мы называли это, он, собственно, очень поддержал это название Советско-нацистская война. То есть Советско-нацистская война, как один из фрагментов Второй мировой войны, естественно. А Октябрьский переворот как у вас называется? Октябрьский переворот так и называется Октябрьским переворотом, но ни в коем случае не революцией. Как сегодня это называется? Ой, вы знаете, начнем с того, что на сегодняшний день Второй мировой войны в сознании большинства молодых людей вообще не существует, то есть есть Великая Отечественная война. А что касается революции, то вот здесь мне было удивительно обнаружить для самой себя, что фактически не называется Ленин. То есть для большинства молодых людей Ленин полностью вытеснен Сталином. И если раньше это были, не знаю, но такие вот настолько плотные сцепления ассоциативные, что 17-й год это Ленин сразу. Можно ничего не знать, но это первое, что приходит в голову. А сейчас этого нет. Я бы хотела коротко поразмышлять на тему, которую Андрей Борисович затронул по поводу того, что вот ведущий класс, молодежь, которая вот сознательная, ведущий слой. Вы знаете, я уже много лет со своими коллегами очень пытаюсь выявить, где у нас в российском обществе вообще есть референтные группы, которые и могли бы стать вот этим ведущим слоем. И каждый раз в ходе разных исследований мы наталкиваемся на одну и ту же проблему. Мы такие гомогенные. И получается, что вот эти вот звездочки, вот эти молодые талантливые ребята, они настолько рассеяны везде, что когда вы говорите слой, это все-таки предполагает некую вот сплоченность в чем-то. А здесь я понимаю, что они сильно рассеяны. Это первое. А второе, когда смотрю в целом на молодежь, то, вы знаете, ну не хочет она брать на себя ответственность. То есть вот вы говорите, что вот в демократическом государстве граждане формируют, а я понимаю, что по нашей молодежи да не готова она ничего формировать. Потому что один из самых высоких показателей это нежелание брать на себя риск. Это нежелание брать на себя ответственность. Людей, которые вышли бы в активную жизненную позицию и сказали бы, так я же скоро вот уже и смогу вот еще чуть-чуть я сейчас вот доучусь и смогу их на самом деле единицы. А большинство вполне будут согласны. Вы меня не трогаете. То есть, знаете, это как некий общественный договор. Давайте заключим этот общественный договор. Я вам скажу, что мне надо и дальше идет перечисление того, что мне надо. А вы мне пообещайте, что вот вы сюда лезть не будете и дальше вот делайте, что хотите. Потому что у меня есть сфера моего интертеймента. Мне нужен интернет. Мне нужен свободный выезд за границу. Мне нужна личная свобода. Поэтому не надо вторгаться в мою личную свободу. А дальше все хорошо. Я буду самореализовываться. А бизнес? Вот, знаете, здесь заковыка вышла. Это, наверное, единственное, за что можно зацепиться. Потому что они уже, дети, такие вот капиталистические. И поэтому, конечно, бизнес для них очень привлекательный. А собственность? Но здесь возникает одно маленькое но. У них нету логической такой вот у них не выстроена причинно-следственная связь. Что? Если я занимаюсь бизнесом, то я беру на себя ответственность. И если я занимаюсь бизнесом, то я рискую. И вот пока я думаю, когда же это у них вот как сказать... Соединиться. Соединиться, да. Потому что они все хотят заниматься бизнесом. Это очень привлекательно. Потому что он дает свободу, он дает определенный вот совсем другой мир ощущений. Ты сам себе хозяин. Ну вот что делать вот с этими двумя вещами пока еще непонятно. Это и есть лучшие учителя, Валерия Александровна. Это и есть лучшие учителя и мы видим, что события сегодняшнего дня, когда во многих городах люди вышли... А 26 марта Да, я хочу сказать только что сегодня... Вот как раз мы с вами тут говорим в студии о каком-нибудь Шкар-Ролле в каком-нибудь другом городе, где разрешены митинги. Уже эти митинги происходят и детей с школы не пускают на их а дети хотят. Вот. 26 марта. Это совсем другое. Это другая тема. Это другая и не другая, Валерия Александровна. Понимаете, молодежь, как любая молодежь, она хочет правды. Она со временем научится лжи. Но молодые... Я тоже ведь преподавал многие годы, в университетах и пока не выгнали. И я отлично это знаю. И вокруг меня всегда собиралось много студентов, которые действительно жаждали правды. И они жаждут правды. Вот объяснить им, что такое правда, не дать им вместо хлеба камень, вот это и наша задача преподавателя, профессора, руководителя лаборатории и так далее. Или ведущего радиопрограмма. Ну, вот смотрите, это замечательная кода. Мы должны завершать уже наш разговор. Единственный вопрос конкретный, среди множества вопросов, которые продолжают наше размышление здесь в студии, просит Андрей Борисович нам рассказать, как можно услышать его лекции в «Новой газете». В «Новой газете» очень просто. На первых, можно явиться вживую на Хохловский переулок, дом 10, корпус 7. Там, поближайший будет 10 мая лекции все вечером каждый раз, через неделю. Второй, конечно, на сайте «Новой газеты». И, наконец, у меня есть персональный сайт «Обрезубоводнослово.com». Там все мои лекции выставляются, вы их там легко найдете. Ну, тогда я должна спросить у Варилии, как записаться на ее лекции. Это было бы справедливо. Надо поступить в «Вышнюю школу экономики». Да, мы возвращаем главную компанию в «Ноступайте». «Вышнюю школу экономики». Будем часто общаться. Я вообще гожу, что такой замечательный ученый, как Валерия Александровна, беседует вместе со мной в нашей студии. Спасибо вам большое. Огромное удовольствие я получила от сегодняшней передачи слушать свободных и умных людей и просвещенных. Это огромное удовольствие. Учитесь, дети. Спасибо вам и всего вам доброго. До встречи. Всего доброго. Спасибо.